Добрый день, меня зовут Артем Акшенцев, я сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук и руковожу Академическим сообществом ТЭКОС. Я вам расскажу про устойчивое развитие. Я вижу задачу эколога, в первую очередь, это объединить эти три подхода, дума людей, и дать им понятие о том, что куда дальше конкретно идти можно. Начнем мы издалека. То, что мысль о том, что природа есть предел, имеет корни в глубокой древности. В 1600 году до н.э. Платон, от них своего идеального века государства, в своем труде государства, собственно, указывал на необходимость нулевого прироста населения и нулевого прироста использования природных показов. То есть, он говорил, что мы, конечно, в какой-то что-то исходим, например, лес, но мы не должны превышать темпы его самовосстановления. И он говорит, что город Актику примерно так, то, что равнин, которого однажды покрывал толстый слой плодородной почвы, а на горе было много деревьев. Но жители порубили все деревья и стащили землю. По сравнению с переначальной территорией, то, что осталось сейчас, подобно высохшему скелету, который превратилось в тело в результате исторической болезни. То есть, мы понимаем, что Платон в то время говорил очень такие интересные мысли о том, что люди это все виноваты в том, что произошла экологическая катастрофа. Правда, потом все на третийный промежуток времени прервалось, вся экологическая мысль, потому что главенство взяла церковь. Единственной экологой до того времени, по сути, были художники, которые за свою жизнь рисовали несколько, ну, много картин, и могли нарисовать одну и ту же местность несколько раз. Либо одну местность рисовали художники разные, но в итоге можно наказать респективу, провести то есть, что там было изначально, что было потом. Все это изменилось лишь в 1866 году, то есть, понимаете, прошло 2000 лет. Когда Эрнст Геккель дал первое выделение экологии, что она из изучения всех сложных взаимосвязей, которые давно назвал условиями, порождающими борьбу за существование. Есть несколько других еще его определений, но по сути, Геккель описал то, чем сейчас является биоэкология. Мы все понимаем, то есть, я когда-то давно закончил оборудование экологических предметов, да, и мы понимаем, что есть экология разная. Под этим словом сейчас понимается очень много всего. Инженерная, биологическая, даже медицинская экология есть. Есть такие странные товарищи, которые загоняют что-то про внутреннюю экологию. Но это товарищам не нужно слушать, потому что всегда нужно стараться подключать рациональный аппарат и отличать лженауку от, собственно, настоящей науки. Дальше происходило какое-то небольшое бурление в кружках, как сказать, в мужских клубах, когда нас достигали. Мужчины действительно что-то обсуждали, какие-то государственные мужи. И все это было весьма прекрасно. Начали создавать сети заповедников. В 18-м году в СССР началось создание сети заповедников, которые на тот период были лучшими в мире. Конечно, во главе всего этого стоял Германский, но, в принципе, опять же, про СССР говорить отдельно нет смысла, потому что это было движение одной страны. Одна страна не может изменить ничего. Есть такой и товарищ, Ульрих Орнбайдзеккер, про него еще потом расскажу. Он отвечает за экономическую политику Германии. Или отвечал на недавнее время, где бы все эти 2 года наследил за карьерой. Мужчин написал несколько докладов римскому бургу. И как раз, когда он приезжал у нас в ум, мы все беседовали, он сказал, что я полностью поддерживаю ее устойчивое развитие. Я вообще с двумя руками за это, но одна Германия ничего сделать не может. 1962 год. 1962 год – это момент, такой поворот на самом деле, когда Генеральный Ассамблеев принимает резолюцию экономическое развитие и охрана природы. В этой резолюции впервые описывается проблема охраны окружающей среды. То есть 1962 год. Вы понимаете, это совсем недавно. В 2006 году создается специальное подразделение, МСОН называется, отвечающее за вопрос охраны природы. Издается первая красная книга. А в 1968 году происходит совсем уже историческое событие, потому что силами Аурелио Питчей и его товарища, мецената Александра Кинга, создается римский клуб. Римский клуб – это сориточение мыслей, сориточение всего устойчивого развития, вот откуда все это пошло, мощное движение, которое мы сейчас наблюдаем. Товарищи что придумали? На самом деле говорят, что Аурелио Питчей – это мало того, что он итальянец, так он еще и муфирус. И в какой-то момент какой-то из синдикатов возглавления Питчей понял, что, ну, конечно, заниматься праздничными, я не знаю, чем это еще, конечно, здорово, но нужно тратить деньги на мысли о глобальном. И поэтому что они придумали? Они создали центр финансовый, культурный, политический и, что самое главное, научный вид. И в этот клуб принимаются только очень богатые люди. И одна из главных задач состоит в привлечении внимания мировообщественности к глобальным проблемам современности. Как это происходит? Они выделяют огромные гранты. Причем эти гранты даются ученым по тентеру. И на ученые не может быть оказывается никакого здесь. И какой бы результат ни был, они уже получают эти деньги, то есть они не привязаны никак на них влиять, ну, невозможно. И первым, кто выбрал этот грант, стал Форрестер. Форрестер был тогда в МИТ и был специалистом по системной динамике. И тогда это называлось глобальное моделирование и построение компьютерных моделей. Форрестер снаребил это дело с двух своих аспирантов, это Медоузы. И вместе с ними они разработали модель, называлась World One. Эта компьютерная модель пыталась смоделировать поведение мира в тогдашнем его состоянии. То есть на этапе десятилетия и двадцатилетия вперед. Форрестер это сделал компьютерную модель вместе со своими аспирантами. Выводы его не очень обрадовали. Но он решил то, что зачем, зачем все это передавать широкое глазки. И поэтому он настоял, чтобы форрестерский клуб не печатал широко его доклад. Они издали книгу, конечно, называется «Мировая динамика». «Мировая динамика» можно купить сейчас еще раз. И тут на сцену выходят Медоузы, непослушные аспиранты, которые сказали, что «Джек, все, конечно, хорошо, но невозможно хранить такие знания отдельно от человечества, потому что тогда, значит, наша работа теряет смысл». И буквально в выходе «Мировая динамика» в 80-м году, там же проходит конференция «Человек и биосфера», которая первая официальная, первая статья пример международных усилий по прогнозированию экологических резисов. И как раз вот тогда исследование Форрестера вышло, оно было доступно к узкому кругу. И что делают Медоузы? На основании этой модели они пишут книжку «Пределы роста». «Пределы роста», вот так выиграл оригинальное издание, это просто нечто. Потому что на тот момент произвело это, как сказать, эффект разорвавшейся бомбы. Потому что товарищи приводят математические выплаты, математические модели, где показывают, что при сохранении нынешних темпов роста человечество не минуемо приходит к гибели. Как бы они вертелись? То есть там они учитывают разные факторы и в принципе строят такой математический прогноз. Говорят, что ребята, если мы ничего не поменяем, то все вспомнится. Причем в течение, вот там, самый максимальный прорисчет, когда человечество погибало, было 97 лет. То есть через 97 лет при любых вариандах человечество гибнет. И там были такие заголовки газет, как «Человечество получило предупреждение «Терпедировать его роста» или «Подгибнуть», «Сан Таймс», «Стремление просто уйдет мир» это «Нью-Йорк Таймс», «Вылеска Меретти» тоже «Нью-Йорк Таймс». То есть, ну, это такие вот заголовки газет очень известны и можно понять, что людям было не наплевать. То есть, интерес был подогрет, все хорошо, но потихоньку, потихоньку началась травля. Напротив метро «Арбанское», прям такой, за большим забором, такой двухэтажный домик с белыми стенами, все-таки прям резной дворец. Туда привозили медовозов, они читали лекцию, перед ними сидели люди, просто полный зал людей, которые согласно кивали, им представляли этих людей, как нынешних аналогов губернаторов разных областей Советского Союза. Но тогда, конечно, весь зал был на вид сотрудниками госбезопасности, потому что Советский Союз, который, конечно, не мог согласиться с западной прямой, но в то же самое время понимал, что рост необходим при той экономической модели, которая существовала. И поэтому все было здорово. В 2007 году была проведена межпроектическая конференция по образованию в области защиты проживающей среды в Тбилиси, то есть, хотя это холодная война, но какие-то усилия начинают приниматься. И в 82-м году, это тоже такое численно, потому что произошло собрание Болотонской группы, содружествующих ведущих экспертов и практиков, работающих в сфере системного поведения и устойчивого развития. И что это было? Это было нечто просто космическое, потому что на территории, недалеко от озера Болотон, собрались эксперты Запада и эксперты Востока. Эксперты Западного блока американства, эксперты Восточного блока, то есть Советского Союза. Были предприняты попытки найти выходы, причем все это было сделано очень рано. Не было никаких пустых разговоров, была только конкретика. И в 82-м году происходит конференция, опять же, он, как я утверждаю, всемирную карту природы, и в 87-м году выходит международный доклад «Наш общее будущее». Его можно купить, прочитать, скачать прямо сейчас. То есть этот доклад является одним из основных, из основополагающих документов, в которых отталкиваются все экологи современности. А, я еще хотел вставить реманку, то, что экологи современности в русской традиции специалистов по системе динамики и устойчивому развитию объединяются с экологами. В Западной традиции это разная профессия, потому что экологи, опять же, на Западе подразумеваются сроками биоэкологии. У всех остальных есть свои собственные названия. Но все это вкупе называется «зеленые». Есть «зеленые» аламисты, как Greenpeace, есть ВВФ и так далее, а есть наручные сообщества. И в 92-м году, то есть 87-й год, это наше общее будущее, а 92-й год, это самый крупный мировой саммит в Рио. Причем эта конференция собрала более тысячи высокопоставленных чиновников из всех стран. То есть там просто грубили такие страсти. Тогда же был общий документ «Повестка дня на 21-й век». «Повестка дня на 21-й век» это расширенная версия «Доклада нашего общего будущего». И там просто пишется, приводятся цифры в сене, невзерая на все приятности и так далее. То есть приводятся цифры по производству, по промышленности, приводятся все прогнозы, которые были сделаны на основании уже совершенствованной модели России. И это просто бомба. И кроме этого, на саммите было достигнут ряд соглашений между странами о том, что да, мы готовы действовать сообща. Все договорились, все суперски. Правда, но единственное, кто Джордж Гуф, ах, кто там, Келлшик протокол тогда же начали уже разрабатывать. Но Джордж Гуф сказал то, что образ жизни американцев не обсуждается, и он был единственным человеком, который высказался негативно о этой конференции в РИО. И опять же, «Поискотнян 21 век» это то, что читают все экологи, все те, кто хочет разбираться в каком-то устойчивом развитии в мире. То есть, ну, прям на уровне первого курса в любом университете. У нас, к сожалению, не считается. Ну, просто опять в проблеме должно быть. Но скоро я опять же рассказал свое слово «Большой бизнес», и все это как-то зачатало. Потому что «Поискотнян 21 век» описывало возможные пути выхода цивилизации из пеке, технологического, который ведет все к гибели, к кризису. Но «Большой бизнес» сказал, что «Нет, ребятки, мы не согласны, рост, только рост». И, опять же, потом, спустя много лет собирались еще несколько раз на конференции, вот последняя была в 2007, конечно, в таком виде, международные, но опять же приезжают, включают головами, говорят «Да, все плохо, все плохо», и разъезжаются. То есть, у нас есть механизм действия, у нас есть понятное, то есть, мы знаем, как действовать и куда нам действовать, но мы не готовы. Именно не готовы мировое сообщество, что ли, если можно так сказать. Конечно, есть технологические решения некоторых проблем. Технология позволяет нам сделать что-то лучшее, то есть, снизить количество выбросов, еще что-то, но из-за того, что нарастет население, из-за того, что наши отцы и матери родились на земле, на которой было два раза меньше людей, чем сейчас живет, из-за всего этого технологические прорывы не успевают нивелировать негативное влияние от роста с точки честности нецеления. И опять же, выходит, опять же, Медоузы, Медоуз, кстати, Денис сейчас жив, еще Денис, умерла в 2004 году, Денис жив, есть бронируем мужику 87 лет, и он выпустил книжку сначала «За пределами роста» 10 лет спустя, а, «За пределами роста», потом «За пределами роста» 20 лет спустя, потом «За пределами роста» 30 лет спустя, и это уже книга про то, что мы вышли за пределы и нам уже ничего не поможет. Вы говорите то, что даже если сейчас начнут все собирать пакеты, я не знаю, но это вот, на счет пакетов, это скорее просто такой шаг, как популистки, потому что люди просто понимали, что вот, да, более создано относительно вообще к своему поведению. Потому что пакеты не решат ситуацию вообще никак. Решат ситуацию только большая промышленность, только большая-большая промышленность, в которой идет процентов 95 всего загрязнения окружающей следы. И именно большая промышленность, именно неразумное сельское хозяйство ответственны за деградацию почек, которые просто дикими темпами происходят. И если спрашивают, какая самая большая проблема окружающей следы, почти все отвечают, ну как же, загрязнение? Нет. Загрязнение это не самая большая проблема. Самая большая проблема это деградация почек. Потому что темпы деградации, темпы просто чудовищные. Можно говорить о 10% эрозии в где-то в 15 лет. И здесь товарищ Анна Ставарев, если вы хотите можете найти его на ютубе, он как раз занимается этой проблемой и читает лекции на тейдер и очень крутой мужики, чтобы разобраться в этом вопросе нужно посмотреть его. Потому что опять же сейчас я вам даю краткое такое ревью, обзор всей этой темы и невозможно рассказать про устойчивое развитие для системы динаминов на лекции. Вообще никак. Я пытался рассказать про это за семестр, когда я преподовал студентам, получилось хоть более-менее. Но опять же когда мы читаем какие-то очень популярные лекции, мы говорим простые языком постараемся и это всегда лишь начало пути. именно поэтому я привожу здесь книжки в пределах роста 30 лет спустя можно пойти купить в магазине или одежда. Но лучше купить в магазине потому что выпускают хороших книжек очень мало лучше их поддерживать рубля. Но либо на взводе электронной версии скачивать не советую. И это действительно вот вы меня послушайте сейчас и можете если вас интересует тема можете увидеть книжку и прочитать ее. И это очень будет здорово. Следующий так. Итак сейчас я вам все немножко поговорю еще Международственная комиссия по изменению климата. Наверное знаете как их товарищи. Они выпускают отчеты о своей деятельности. В 2009 году вы выпущены предыдущие, а сейчас в 2014 и 2015 выпускаются последние кажется пятые отчеты Международственной комиссии по изменению климата. где все говорят, что да климата меняется из-за человека. На этот счет есть много мнений. Опять же есть мнение о том, что все изменение происходит по совершенно природным причинам. Есть концепция называется земля-снежок. Очень забавно потому что считается, что мы сейчас живем в межридневековый период. Все было тридцать периодом, мы сейчас живем в межридневековый и потом все опять же пойдет к похолоданию. И поэтому есть товарищи, ученые с хорошими именами, которые говорят, что нет, ребят, нам нужно больше прониковых газов, чтобы греть атмосферу, чтобы когда начнется похолодание, мы как-то с этим справлялись. То есть на самом деле, когда вам говорят, что глобальное потепление, это все фигня. Потому что нет понятия в нормальной науке нет понятия глобального потепления. Есть понятие глобальное изменение климата. И это очень важно. Потому что когда происходит изменение климата, где становится жарче, детственность холоднее. У нас армия нашей земли, она колеблется. Вот эти колебания также сказываются на нашем климате, сказываются на температуре поверхности земли. И в общем, это очень сложная тема, чтобы пользоваться, нужно много читать. Не факт, разберемся, потому что ученые сами путаются и просто режутся одних или других мнений. Есть мой товарищ Данилов Данильян, это бывший министр природных ресурсов Российской Федерации он с 93-го года был министр с 2001-го. И именно благодаря ему за годы перестройки была сохранена система заповедников как таковых. То есть, у меня дело финансирование почти не потерялось, но старался сделать пикшток. И сделал очень много на самом деле. И он занимается устойчивым развитием, хотел по образованию экономистов. И здесь нужно, опять же, понимать, что нет никакого разрыва между экологией и экономикой. Только в синтезе науки, только в синтезе этих наук. Сюда же, кстати, еще списываются социальные науки. Только так может получиться что-то стоящее. И когда экологи говорят, что нет, деньги, это все фигня, главное сохранить деревья. Неправильно. Это не работает. Потому что если не найти компромиссов с большим бизнесом, то он не станет работать. Он не станет работать на устойчивом развитии. А если больший бизнес не станет работать на устойчивом развитии, то все наши потоки в принципе канут в тую. Просто. Потому что это аккаунт лета, это все бессмысленно будет. Вот. Ну, в общем, идем дальше. Есть положительные моменты. Есть замечательный товарищ Аллан Аттисен. Он ездит по всему миру с лекциями. Сейчас он подвезуется в каком-нибудь институте. Но опять же, он работал в МАЙТЕ какое-то время. Он занимается устойчивым развитием. И написал классную книгу. Поверите я сам. И это то, это выход. То есть, вот если сейчас мы с вами говорили про безусходность и так далее, довольно-таки это что? Привет. Все нормально. Потому что как только у нас начнет все катиться в старт-рары, начнутся супружные движения, сначала у них будут какие-то несиконтизированные, но у нас уже вырублены все концепции, мы готовы. И как только начнется какой-то коллапс, можно будет что-то делать. С его концепцией не согласны много товарищей, в том числе Медоузы, которые говорят, что все хорошо, но система очень рационная. Про стены динамик я вам не аж потом расскажу, чтобы вы понимали просто вот сейчас я вам даю общую информацию с тем динамиком, как это вообще работает, раскручивать дальше. Но, в общем, суть в том, что Алла Надкеса это тот ипо, тот тот ипо встающем развитии, который приносит хоть какой-то позитив во всю эту мощнуютуру. А теперь идем дальше. Есть книжка Третья промышленная революция. Это две книги, которые это решение, по сути, которые есть сейчас. Потому что Джерри Гринскин, он скоро приезжает в Россию, кстати, он отвечает за экологические политики Германии, Евросоюза теперь уже. То есть Германия отвечала за экологические политики Евросоюза, в однозначале года четыре она зашла. То есть он работал раньше вместе с Уллихом Флотбайдзеккером, теперь его, ну, поскольку повысится. А также он отвечает за экологическую политику Китая. Как-то не смешно. Потому что в Китае произошло, ну, вы знаете, про СМО, про то, что у них экологическая катастрофа просто масштаба не то же даже всей страны, но за пределы тоже это все уходит. Но что они сделали? Они пожертвовали здоровья, всего населения. Это так. Они пожертвовали своими землями. Но сейчас они говорят, что, ребят, у нас экономика поднялась. То есть, если это первая экономика в мире сейчас по показателям, они говорят, мы можем теперь позволить себе работать над устойчивым развитием. И не нанимают ученых, нанимают ученых, которые разрабатывают им последовательные действия по тому, как восстановить деградировавшие земли, как очистить воздух, как нужно посадить леса. А, блядь, то, что ссадить леса просто тактика «вот здесь будет лес», это неправильно. Это, опять же, не работает. Чтобы посадить лес, нужны... Почему учатся на лесных техниках люди пять лет? Потому что это сложно. То же самое. Почему нельзя продолжить дорогу, где мы хотим? Потому что она может перенежать в водоносный горизонт, и вокруг все затопит, в лес, в лед, все будет плохо. Почему? Вот когда была вся эта кроваваясь с химпинским лесом, в основном все было из-за этого. То есть, там были кинешь, люди, которые говорили «вот вырубаете леса на дорогу, это плохо». На самом деле, все не в этом суть, а в том, что дорога оказывает дикое воздействие на грунт, он приседает и переживает водоносные горизонты. Происходит что? Заболочивание местности. Сейчас, слава богу, вот эта французская компания, которая все это делала, они прислушивались хоть как-то, положили трубы и попытались урегулировать этот водоносный. Поэтому, когда сейчас мы ездим, мы видим, что справа слева вроде молча нет. Но опять же, когда это может бомбануть, может не бомбануть. То есть, будут работать с этим трубой, не будут работать с этим трубой, это непонятно. Потому что дело с них успешно. Но, но, сейчас я вам скажу отдельно про третья промышленная революция. Потому что фактор 5, это опять же, пятикратный рост эффективности, технология, технологическая революция, дема, ну, в общем, это, как сказать, такое больше, более серьезное количество, на самом деле, чем третья промышленная революция. Третья промышленная революция написана для товарищей, которые вообще очень мало понимают, что это технология, которые понимают, что творится какая-то фигня. И что тут нужно делать? И что? Как раз, Ильдин говорит, что ребята, спокойно, технологии все позволяют. И он пропагандирует идею, во-первых, распространения массового 3D-триндинга, причем распространение вводится не только на территорию Евросоюза, но и Китая. В чем преимущество 3D-триндинга? Потому что, если вам нужна конкретная деталь, вы различать только ее, нет никакого избыточного производства. То есть, если сейчас на заводах производится для непонятного, для потенциального покупателя какое-то количество товара, и какой-то количество товара, на процентах на самом деле 65-70, если не больше, выбрасывается на стол. Потому что просто приходит негодность, когда их никто не купил. Приндинг говорит, 3D-принтинг, почти что в каждом, сначала в каждый двор, в каждый дом, и все будет хорошо. Потому что, опять же, при 3D-принтинге тратится всего 10% ресурсов от того, что нужно при производстве такой же аналогичной детали в заводских условиях. И это просто хума. Потому что, опять же, мы понимаем, что нельзя остановить разбитие природы. Нельзя просто говорить, что вот экологи, это товарищи, против прогресса. Экологи, это прогресса, это мозга кайстей. Они просто понимают, что прогресс должен быть, он должен идти, мы должны идти, стремиться к звездам и так далее. Но все это должно происходить очень осмысленно. Нельзя, нельзя подрывать свою собственную систему. И, конечно, это как игра в, не знаю, в джанк, или что ли, когда ты по себе вытаскиваешь эти палочки, чтобы ставить их наверх. Вот экологи говорят, что так невозможно, потому что башня рухнет в этот момент. И только если мы все это делаем обломанно, если мы продуктивы, производим эти палочки в том, как типа, моталовая сверка, тогда башня еще может держаться. В принципе, это должна быть пирамида. И вторая идея Риткина, это развитие, как сеть, по типу сеть интернета, это энергетическая, энергетическая сеть. Он пропагандирует идею, немножко смахивающую на анархизму, когда есть отдельные дома, и каждый дом, это электростанция. Потому что сейчас у нас есть уже довольно-таки мощные технологические ресурсы для производства энергии из восстановимых источников энергии. Опять же, это геодермальная энергия, энергия, ветра, энергия, солнце и так далее. То есть там, включая даже энергию гравитационную, то есть когда там вода бьется вниз по трубам, там на него, он предлагает ставить всякие небольшие динамо-машинки. И все это выходит к тому, что сначала есть гео-нулевого дома, концепция нулевого дома, вы знаете, да? То есть это дом, который не потребляет энергии вообще, потому что он полностью сам окупается за счет энергии, получаемой из восстановимых источников. Он говорит, что он может шагнуть дальше и грамотное расселение, грамотное, как сказать, конструирование домов позволит домам выходить в плюс по производству энергии. И опять же, люди будут обменяться энергией, но вместо денег. Потому что вот у меня есть дом, придет строить эту энергию, это клево, я могу вот дать тебе вот это количество энергии переправить, ты заявляешь там что-то еще, какие-нибудь вещи. И опять же, как раз автономный дом, который производит энергию, и 3D-призинг, он на эти вещи две отбирается и просто упирает очень сильно. И это здорово. Потому что действительно, судя по тем цифрам, которые он называет, если все получится, мы на эти очень сильно наденемся, ну, все экологическое сообщество, то в скором времени действительно начнутся перемены разительные. То есть, если мы даже сейчас, в Нидерландах, когда в 40-е годах по тем же самым в Нидерландах нельзя было ходить на это нормально, потому что там было просто много экологических детствий, что ли, грязные реки, в которых там в рыбу даже не водилось и так далее, то сейчас приезжаешь в Нидерландах и просто другая страна. Если сравнить, там, всего это прошло 50 лет. И мы понимаем, что современные уровни технологии, если удастся замотивировать бизнес, показать, что ему это на самом деле выгодно, выгодно следовать пути устойчивого развития, то тогда перемены могут произойти лет за 20 всего лишь. И лет 20 – это тот период, который, опять же, Алл Аттесон говорит, что у нас еще есть. Потому что, конечно, много было всяких договоренностей, которые срывались, еще что-то, но было много хорошего. Например, начиная с 70-х до 83-го года были введены эмиссионные стандарты и стали требоваться специальные разрешения на выбросы. До 89-го года было подписано большое количество международных соглашений и начало активности общественных организаций. Потому что общественная организация – это тоже очень важно. Если есть ученые, которые говорят, что Greenpeace вообще не нужен, эти ученые не то, что пользуются неправы, они просто неправы. Потому что у того же самого Greenpeace есть очень много объектов, очень много, как у ОВВФ, как у любой общественная организация. Потому что общественная организация – это такой микс между социальной сферой и сферой науки и экономики. Поэтому социально это преисхиливает. Но все равно вся деятельность со всеми плюсами, минусами и так далее все-таки она положительная. То есть плюсов больше. Дальше идем. До 2000-го года были решены задачи повышения уровня энергоэффективности потом сокращения выросов сплютантов, энергозабережения вторичного использования. Это революция в сфере технологий, кстати. И вот по наших дни это внедрение энергодействительных технологий медленно, но верно становится экономически выгодным. Вводится добровольная экскертификация и система субсидированная для предприятия ЛДШ-фея. Вот насчет этого цеха тоже еще не могу сказать перед тем перейти к второй части своего выступления. Технологии сейчас это очень здорово. Очень здорово. И когда они общаются с обществом напрямую, по сути методами экологического методами экомаркировки люди понимают, что можно отдать предпочтение вот этому или этому, но главное здесь без фанатизма. Потому что одна из самых больших проблем 60-х годов в 60-х по наши дни это блютанты, разбрызгиваются на среди хозяйственных угоньях. То есть это всевозможные пестициды, гербициды и так далее это яд. Это реально дикий яд. И когда он подает в организм, это очень плохо. То есть там и больные дети, слепые и так далее. Всевозможные уроства генетические вообще, потому что очень большое число этих веществ обладает мотогенным эффектом. Сейчас технология предлагает выход. Это предложение ГМО. Генодифицированные организмы штука очень классная. Вот я говорю как эколог, что генодифицированный организм это здорово. Потому что когда мы точно знаем, что мы хотим сделать, когда у нас есть механизм внедрения абсолютно нужного нам гена именно в тот самый кусочек кода, куда мы хотим, это гораздо лучше, чем когда у нас селекция. селекция когда у тебя гены просто мешаются вот так непонятно как природа и ты думаешь вот это вроде ничего, вот это вроде ничего, там выпить яблоко неплохо, но на самом деле когда люди говорят, что помидоры в детстве были лучше, вкуснее и так далее, они правы. Потому что сейчас нет без селекции выведенных помидоров, которые гораздо лучше сохранятся, но полезных веществ в них меньше. Это селекция. Если говорить о генодифицированных продуктах, то там добиваются все гораздо более простыми методами и можно сохранить, можно как сказать и срок хранения увеличить и сохранить все полезные вещества. Это делается, это делается повсеместно, но здесь есть ярое такое лобби со стороны всех корпораций, которые производят пестициды. Корпорации богатые, очень богатые и конечно им невыгодно, что у них отбирают их хлеб. То есть вот этот их яд становится просто не нужен. Потому что если у нас есть, мы можем изменить код буквально на две буквы, немножко изменить код, и у нас будет расти, например, это растение будет устойчиво к какому-то виду грибка. И не нужно ничего поисковить от этой химии, чтобы пить этот грибок. Вообще не нужно. Грибят это не выгодно. Именно поэтому есть возможные популистские заявления. Но здесь нужно понимать, что совсем недавно был приведен анализ более десяти тысяч научных статей в хороших рецензированных журналах и не было выявлено ни одной статьи, одна где говорилось бы хоть о ком-то вреде геномодифицированных организмов. И это одна это работа Серовини. Есть еще у нас такая барышня Ермакова в России, его последовательница. Оба Серовини были поставлены дико антинаучные события. Там, где мышки переставали разумножаться? Там, где мышки это у нас уже вот это наши барышни русские. В общем, это полно. Но полнейше. То, что Серовини, который говорил, что вот у меня мыши раздуваются от опухолей, во-первых, он взял там линию мышей, которая вообще склонна к опухолям и выведена специально, чтобы изучать рак. Ну и так далее. То есть там много всего. Когда барышня говорил, что у него мышка перестает разумножаться, вы понимаете, она их сажала какого-то, вообще ничего. То есть там не было никакого разнообразия микро-макроэлементов, вообще ничего. И все это можно послушать замечательного Александра Панчина. Есть у нас такой товарищ, тоже популяризатор науки. Есть большое количество его выступлений на Ютубе из Алито. И он про это рассказывает, генетика, рассказывает про это авторитетнее меня. Потому что у него больше гигиечной информации, инфраструктур генетики в голове. Он просто больше знаний по этой теме, тематике. Но, в принципе, когда мы говорим про научное сообщество, мы не фанатики, которые призывают всех уходить в леса. Экологи вообще неправильно. Экологи про развитие и про то, что технологии должны служить людям. Вот. Теперь немножко с вами поговорим по первому динамику. Начнем с проблем общего мировозприятия и скорости реакции. Система дарька делирует множество понятий, но есть несколько основных. Основных это запасы, потоки и сигналы. Запасы, например, это население, потоки это рождаемость и смертность, и сигналы обратной связи это то, как окружающая среда и система реагируют на увеличение запаса в ту или другую сторону. Это очень, конечно, объясняет на пальцах, немножко сложнее, но в принципе это так. И что мы видим? То, что открытый дешевый и на первой скриятии нещерпаемый источник энергии, такого, как скармливое топливо, вызвало массовое безумие и начался недержимый рост. То есть там происходит дико, вот на самом деле начался недержимый рост населения Земли и мы видим огромное количество всевозможных сигналов. То есть он начинает исчезновение видов, заканчивая загрязнением и деградацией почек. И мы видим этот сигнал, он и не связываем с ростом численности населения. И вот пока мы не связываем с ростом численности населения, у нас удаётся ощущение, вот представьте себе космический корабль. Вы заходите в рубку и видите, что всё моргает разными красными лампочками. По идее вы должны задуматься, что что-то здесь не так. у вас нет инструкции, чтобы понять, за что отвечает каждая конкретная лампочка. И тогда вы идёте образванивать всю цепь, понимать, откуда идёт сигнал конкретной лампочки. И вот эти товарищи, которые образванивают цепь, это и есть учёные, они взламывают, ну, не взламывают, взламывают плохое слово, они воклиниваются в природную структуру, своим интеллектом, своим мозгом пытаются понять, вот о чём же нам говорит тот или иной сигнал. И опять же, есть пример, очень такой тресковый кризис в Канаде называется. Это 92-й год. И ты знаешь, что происходит? Приходят учёные, это были, конечно, морские биологи, и говорят, ну что ли, товарищи, у нас треска заканчивалась. В чём прикол? В 92-м году произошло массовое переобновление, переоснащение кораблей и рыболовных компаний на более совершенные всякие там сети и так далее, то есть на рыболовную снасть, которая увеличила КПД, то есть они ловили гораздо больше рыбы за один рейс. Тогда же были корабли переснащены новыми холодильными камерами, которые были больше и могли хранить дольше рыбу. И ещё начали вылавливать просто как черт. Ловили, ловили, и тут ещё они приходили, ребята, у нас рыба на самом деле кончается. Вот вы как-то приостанавливаете ситуацию и на это отвечает, что как-то рыб заканчивается. Всё хорошо, вот мы как ловили много, так и ловим много. Действительно это так, потому что треска, когда она, вот здесь у нас есть большой количество трески, у неё убирается часть популяции, но в итоге она начинает пушковаться. И по-нему это вот в эту пушку попадает корабль, он туда ходит, у него всё так же достигнище рыбок. Что мы тут видим? Тут мы видим искажение на одном сигнале. Потому что есть учёные, которые говорят, сигнализируют о том, что популяция упала, но для сих пор никто не обращает внимания. В итоге популяция вот этой трески канадской упала до одного процента относительно её численности в 70-е годы. То есть понимаете, за буквально там 4 года выводили всю треску. И что произошло? На Канадском побережье я занималась рыболовством 35 тысяч человек. Не так много на самом деле, но не так мало. И 35 тысяч человек лишились, работали, потому что истощили свою природную базу. Такого не было случая вообще раньше. То есть если там где-то кончался лес, то это ещё можно было было понять. Когда кончается такой ресурс, как рыба, вообще кончается, в принципе. Даже не было страховых случаев таких. Поэтому просто люди потеряли работу, потеряли средства существования. И это не где-то там, они не знают, там в обладачи где-то мы считаем, что это дикие страны. Это вот Канада в поле с половиной цивилизованная страна. 92-й год. Вот так-то. Но и опять же, почему так всё происходит? Почему у нас вот эти обратные связь, сигналы, которые мы получаем, они не работают? Потому что мозг наш с вами это то, что нам дала эволюция за 3,8 миллиарда лет. То есть 3,8 миллиарда лет наш мозг, который мы есть у нас сейчас в продаве, это просто продукт вот этого дикого количества времени, дикого количества изменений, дикого количества улучшений. Но всё-таки мы приматы, и поэтому мы не реагируем на неявные угрозы. У нас другая забота. Мы должны понимать, когда там хищник движет на нас и хочется разжиться нашим белком, то нам срочно нужно там бежать или обороняться. Или давайте разжиться, или наоборот, когда мы хотим кого-то поймать и разжиться его белком. И тут же как раз есть такая история про то, что все экологи-вегетарианцы или еще что-то. Это вообще не так. Вообще-вообще-вообще не так. Потому что вегетарианство это классная тема, если вы просто хотите сказать, что вот мне не очень нравится мясо, я поэтому ем там, не знаю, петрушку, орехи и так далее. По своей апеллирует, причем вегетарианство, тому, что люди это травоядные. Это на самом деле не так. Люди это травоядные собиратели. Ну так-то по систематике. То есть, почему мы едим приготовленную пищу, потому что у нас на протяжении огромного количества этой эволюции мы ели частично ферментированную пищу, то есть, частично разложившуюся. Сейчас мы ее искусственно разлагаем с помощью огня, например, шкады жарим ее. То есть, она не нужна уже ждать какое-то время, чтобы ее переварить. И поэтому как раз вегетарианство, и говорят про то, что вегетарианство гораздо там, и тищем, еще что-то. Я могу сказать, что у растений есть больше уровня в чувстве, чем у животных. Ну так-то. Вы засунуете палец ноги в землю, и вы не почувствуете по аж. А, если не чувствуете. Ну, и так далее. Просто это другая форма жизни, которая развивалась все те же самые 3-8 лет, и нельзя сказать, что ее есть этичнее, чем животные. Почему же? У них же есть питальные фруты, сомнальные, рассчитанные на то, что медлогопитающиеся едят и разнесут эти семена дальше. То есть, фрукты питания зачастую, чтобы его слить. Это все хорошо. Просто когда фрукты, да, а если там, я не знаю, едят какие-то там травы или еще что-то. Ну, в принципе, орехи тоже можно так сказать. Значит, здесь, на самом деле, все это дикий симбиоз. Но, но просто нет такого ответа, что экологи должны быть регуляциями. Это вообще не так. То есть, если нравится есть мясо, а, и говорят про то, что как раз промышленное производство, я не знаю, свинины, либо говядины дико плохо сказывается, но дико плохо сказывается на почву. На самом деле, если это все дело безгранотно, то все же угодно скажется дико плохо. И поэтому как раз вот что было, какая была ситуация в Африке в 80-е годы. Там началось пустыня, дико. И товарищи решили, что все это все из-за слонов. Вот слоны все вытаптывают. И перебили больше 10 тысяч тысяч слонов. 10 тысяч слонов просто убили. Потому что надо сказать, что вот нам нужно, что вот эта земля сдавалась, чтобы она не могла что-то расти. Они убили слонов, начали выращивать, и дегадация пошла с большей скоростью. И как? Почему отводы? Да вот, потом искусство начало восстановить популяцию слонов, поняли, что вот природный симбиоз, это природная экосистема, она не зря так сложилась. Потому что слоны нужны. Они утрабовывают почву, не дают образовываться мелодисперсных пилей. Ну и также то же самое тогда находишь ежедневекисти, они все это дело удавляют. То есть это очень сложная система. И чтобы понять, нужна как раз и сделать динамики. Если мы с вами говорим на пальцах каких-то простых моделей, то это кажется хорошо. Но вот эти две книжки, они опять же рекомендуются всем экологам, которые хотят никогда не называть себе экологами. Потому что без них мы не можем судить о взаимосвязи. Без знаний. То есть без них это ладно, можно, но без знаний, которые содержатся в них, это становится дико проблематично. И когда человек заканчивается экологический факультет, получает диплом эколога, не знает, что он балансирующий цикл обратной связи либо усиливающий, вообще не понимает, о чем это, это очень странно. Очень странно. Вот. Тут реально хочу вам рассказать, развлечься, про Гаррета Кардена. В 68-м году он написал эссе «Прагедия общего», которое необходимо по чтению в вузах естественно общей направленности в заграницах. С чем вся суть? То, что человек выигрывает от своей способности отрицать правду, даже если общий человек, через который он является, терпит бедствием. Именно поэтому как раз там всевозможные браконьеры и так далее, они могут вложиться, очень сильно, очень хорошо вложиться на сокращение биоразнообразия. Но в итоге, когда биоразнообразие упадет до такой степени, что эксистема начинает разрушаться, пострадает и человек, и его дети и так далее, но ответственность будет распределена на всех. То есть прибыль получает один человек, ответственность распределяется на всех. И именно это называется трагедией общим, когда вот что, переломить этот механизм в корне, необходимость возможностей общественной инспекции и так далее, штрафы для этих браконьеров, когда их сажают в тюрьмы, это все на самом деле правильно. То есть есть в любой проблеме есть, конечно, можно сказать, что вот это единственный источник питания или еще что-то, но в принципе без общественного контроля трагедия общим просто захватывает все вокруг и получается есть как там право имеющие, есть тварь дрожайшие и вот получается все вместе такой, как сказать, отрекотых систем нажимается вот на том, что что-то там сделал, какой один, не знаю, какое-то количество всего небольших людей. Неправы те, что говорят, что мы вышли за пределы природных циклов, то есть мы пересадили часть природы всего на три столетия назад или около того. Это неправильно. мы нарушили самый главный закон популяции 50 тысяч лет назад. 50 тысяч лет назад мы нарушили закон ареала питания вида. Когда мы вышли из этого и пошли дальше. Это не свойственно вообще никаким животным. То есть у каждого животного есть своя ареала питания, есть привычные условия питания, может быть, это называется кривая адаптация, но вот, то есть им привычно вот в таких-то условиях, им комфортно, если это условие как-то меняясь в или иную сторону, они начинают там сначала гуляться, сокращается, в общем, пока сокращается, то надо вообще исчезнуть. А люди, благодаря своему мозгу, благодаря развитию технологий, могли перевороть этот закон, и все пошло на разблансировку глобальной экосистемы. Вот. И опять же, если говорить о главном препятствии для общественного связи с природой, в наши дни это отсутствие информации. Да? Нет, деньги. Потому что все упирается в деньги. И отрицать это невозможно. И нужно понимать, что деньги, в отличие от воды, там, я не знаю, или от чистого воздуха, они это массовая идея, что ли. Да. И поэтому только это продукт, синтетический продукт человечества, общества. И когда деньги перестали быть закреплены с золотым запасом, то есть нельзя сказать, что они даже присоединили золоту или как-то канаву. Вообще нет. Это реально синтетическая штука. И если мировое сообщество поймет, что ребятки, у нас деньги, это, конечно, хорошо, нам нужно пить чистую воду, чистой воды, мы все погибнем, и дети будут, ну, не мутантами, а просто больными. Но как только мировое сообщество это поймет, как только произойдет вот такая перестройка массовая, причем здесь такой замкнутый круг очень понятно, что почему политики не хотят вкладываться и развивать сильные идеи устойчивого развития. Потому что это невыгодно, люди не знают об этом, и здесь на аренду вступают популярилизаторы науки, у которых миссия это рассказывать людям, рассказывать избирателям вот этих самых политик в том, что вот есть эти проблемы. И только так, мне кажется, вот только образованием можно решить этот вопрос. Вот. И что еще сказать из-за глобальных проблем? Ну так, если... А, да, еще могу сказать правильно. Не давным совсем читал статью, очень забавную. Макс это ученый, который в свое время выдвигал очень, как сказать, такую мысль, просто она дико прогрессорская, но вообще не для всего времени. Он говорил, когда начинали всякие всевозможные миссии ну тогда красного креста, зарождающего и так далее, благотворительность, когда давали еду в развивающейся страны, давали медицину, он говорил, ребят, не надо этого делать, вообще не надо. Единственное, что он может дать людям, это образование. Тогда я его не послушаю, тогда сказали, что он хочет, чтобы умирали бедные дети в Нигерии, обозвали его всякими плохими словами, на самом деле действительно так. Потому что что мы сейчас видим? Общество как развивается? Сначала высокая рождается высокая смертность, потом высокая рождаемость, низкая смертность, а потом низкая рождается, низкая смертность. Это нормальный цикл, в самом деле. То есть это развитие общества. Но вот когда у нас есть вот этот самый пик, когда мы выходим, когда высокая рождается, низкая смертность, этот пик нужно как-то перетерпеть. Когда был этот пик в Европе, все свалили в Америку. Очень хорошо спало. Было место, куда валить. Сейчас этого места нет. У нас на Земле 7 миллиардов людей увеличивается число каждый день и поедет уже больше некуда. У нас технологии еще не позволяют завалить на Марс. Еще нет. Конечно, есть люди, которые говорят, что морз, не знаю, в Сибири, еще что-то, но в Сибири там ничего не растет в смысле из полудорода, потому что там везде личная грознота. Или если там сейчас продолжится потепление климата в данном регионе, то там все растает, там не будет ни коммуникации, там будут сплошные болота, чтобы вырастить на болотах. Вы не прокормите этих людей. Именно поэтому он говорил, что максимум вы что можете дать это образование. И он же первый сказал о том, что самое главное это образование и карьера для женщин. Это одна из таких его идей, за что его, кстати, любят схеминистки, но здесь с ними абсолютно свидание. Потому что, если женщина понимает, что у нее есть другой выход, как отражать 20 детей, что у нее есть возможность самореализации, развития и так далее, это очень здорово. Потому что упадет численность населения, рождаемость снизится. И снижение рождаемости это сейчас одна из таких самых мейнстримных тем в экологии и устойчивом развитии. Потому что на рождаемость завязано все. На количество людей завязано количество отходов, которые производятся. Завязано количество деградируемых почв, потому что все больше и больше необходимо пищи, чтобы прокормить эти товары. То есть все упирается в численность населения. И если вы прочитаете кишки по системам мышления, по системам динамики, вы узнаете, что такое арографы, как описываются системы, как описываются взаимосвязи системы, как их можно считать, как можно прогнозировать. И все это здорово, а не эти арографы по самым разным темам. Но все в итоге упирается в численность населения. На земле нас слишком много. Продолжение следует... Спасибо. 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 Продолжение следует...